Трон Печати Вечности и Созидания. Начало всех начал. Трон Богов. Никому неизвестна его сила. Среди шести божественных тронов, трон Вечности и Творения самый сильный. Это единственный из сфер-божественных инструмент. Рыцарь, владеющий этим божественным троном, будет известен как Божественный Рыцарь Превосходства и Лидер. Он сильнее трона Суда и Возмездия Лунсиньюя, а также трона Защиты и Милосердия и всех остальных тронов, потому что на его основе были созданы пять остальных тронов. Вот как это было. Давным-давно, во время нашествия монстров, с неба упал метеорит на территорию Рыцарьского храма, и из него появился огромный трон. Этот огромный трон выглядел элегантно, излучал мощную святую ауру, испуская высшую мощь. Первоначально он был обернут гигантским метеоритом и появился после того, как последний был разбит на куски. Этот метеорит был сделан из многих видов металлов и драгоценных камней. Люди собрали всех лучших мастеров, алхимиков и экспертов всего Альянса. Используя этот упавший божественный трон в качестве модели и его мощь в качестве руководства, они построили пять других божественных тронов. В то время 72 бога Колонн лично пришли атаковать Альянс под предводительством Первого Императора. Люди не смогли сдержать союз 72 богов-монстров. Куда бы они ни проходили, за ним исследовала катастрофа, и большое количество сил Альянса погибло от их рук. В то время, когда они собрались атаковать штаб-квартиру Альянса, им противостоял первоначальный божественный трон, трон Вечности и Творения. Осталось более 52 богов Колонн, а умершие ждали воскрешения в своих Колоннах. В то время все думали, что человечество обречено. Подавляющее большинство мастеров погибло в бою, а остальных осталось очень мало. Более того, они были разбросаны по всему Альянсу и не смогли успеть спасти штаб. В то время, пять божественных тронов все еще находились на стадии планирования, и почти все ремесленники и кузнецы собрались вокруг этого божественного трона. В то время, эти ремесленники и кузнецы стали свидетелями чуда среди чудес. 52 бога Колонн атаковали внутреннюю часть штаб-квартиры Альянса, когда увидели этот изначальный божественный трон. Конечно, они почувствовали в нем великую силу, и немедленно выступили против первоначального трона печати, готовые отобрать его. Но именно в это время вспыхнула сила этого божественного престола. Он вдруг вспыхнул несравненно ярким светом. В небе сгустились девятицветные облака, а затем первоначальный трон внезапно отделился, приняв форму доспехов и божественного меча, освященного девятью цветами. Эта броня оказалась живой, сжимающей божественный меч, чтобы атаковать монстров. Его атаки были невероятно сильными. При этом выжило только 18 из 52 богов монстров. Но сам император первого поколения был тяжело ранен, что сильно подорвало дух монстров. После этого события трон Вечности и Творения вот уже 6000 лет бездействует в рыцарском храме. Ни один рыцарь не смог завоевать его. И как вы думаете, кто же получит этот сильнейший трон печати? Все верно, его владельцем станет Лун Хаачинь, сын света. В момент полного слияния с ним, Лун Хаачинь наконец-то обрел ауру, которая могла сравниться с аурой императоров Инсю. Когда божественный трон Вечности и Созидания пробудился, тело и разум Лун Хаачинь были пропитаны необычайной силой. Его тело оказалось в этот короткий миг напитало силой природы, силой жизни и силой звезд. По сути, использование трона эквивалентно силе бога. Интересно, откуда же взялся этот оригинальный трон? Да, он упал на землю как метеорит. Но что было до этого? Божественный трон Вечности и Творения был сверхбожественным инструментом, используемым богом Творения для создания миров. Все существа, однажды ставшие повелителями Вечности, получили отпечаток Боготворения. Независимо от принципов планов, им не обязательно следовать ни одному из них. И когда они станут богами, они получат особое божество от отпечатка Боготворца. Как существа, которые контролируют мир для Бога Создателя, их жизнь будет чрезвычайно долгой, но не бесконечной. Божественный трон Вечности и Творения затерялся в космосе, когда сам бог Творения разделился на сотню богов и взял под свой контроль все планы. Он приходит на планету Лун Хааченя по велению судьбы. Он ждал рождения своего нового хозяина. Этим человеком стал Лун Хаачень. Хочется посмотреть, как в аниме Лун Хаачин заполучит самый могущественный трон в мире, трон Вечности и Творения, а также использует его в бою. Это будет потрясающее зрелище. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему. С этим троном Лун Хаачень сможет победить Императора Фэнсю. Подписывайтесь на канал и всем пока.